Защитить детей от кибербуллинга, от влияния нежелательных интернет-ресурсов и воздействия других потенциальных рисков. Именно с такой целью в Казахстане стартовала реализация программы «Родительский контроль». Комиссия по делам и защите прав несовершеннолетних при Акимате Алматинской области провела первое заседание в этом году. В нем приняли участие представители областного управления образования, а также родители. Первое рабочее совещание прошло в соответствии с поручением Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Министерстве просвещения Казахстана, в ходе которого были даны разъяснения по правилам участия в программе «Родительский контроль». Председатель нашей комиссии – первый заместитель Акима области Нурлан Абдыхарем. По его поручению, сотрудниками областной прокуратуры, управления образования и членами рабочей комиссии составили кризисную карту. Проводится ряд мероприятий. С прокурорами в рамках программы «Счастливое и безопасное детство» мы обходим неблагополучные семьи, где живут отчимы или мачехи, приемные родители, родители, имеющие тюремный срок и другие. Каждую пятницу мы получаем отчеты из районов о результатах проведенного обхода. По словам специалистов, кибербуллинг и суицид среди несовершеннолетних стали наиболее актуальными проблемами периода пандемии. А все потому, что детям был доступен интернет, а значит и все его ресурсы. Это и сомнительная информация на различных сайтах и всевозможные игры. Поэтому на заседании вниманию родителей было презентовано несколько социальных приложений. С их помощью они могут определить, где находятся их дети, какие игры и какие видео они смотрят. Оно также может позволить временно блокировать гаджеты и их чат в зависимости от возраста или ограничить доступ в интернет перед сном. На этом собрании были подняты вопросы, которые волновали меня долгое время. Большинство из них касаются воспитания подрастающего поколения. Да, мы люди прошлого века, нас растили по старым традициям, и это иногда нам мешает понимать современных детей. И на этом собрании нам рассказали, как нужно бороться и какие меры принимать против угроз, исходящих от интернет-сетей. Представленные меры защиты несовершеннолетних родители восприняли с большим энтузиазмом и единогласно поддержали инициативу. Однако их внедрение требует ознакомления не только со стороны взрослых, но и их детей. С этой целью были даны подробные разъяснения. Например, YouTube. Как его ограничить? Туда можно поставить ограничения? Может, я не знаю, как? Если мы, родители, будем знать об этом, то сможем предостеречь наших детей. Мы должны занимать их другими вещами. Отправлять на кружки и секции. Эти вопросы часто обсуждаются в сценах учебных классов. Однако на этом все и заканчивается. Иногда мы, родители, сами допускаем подобное. Готовы покупать детям самые лучшие гаджеты, ждем выхода нового айфона, чтобы подарить его. У нас в Алматинской области действует ресурсная автоматизированная программа. Проводится анонимный опрос. И через это мы определяем, к чему склонны дети, что в их жизни происходит и прочие нюансы. В целом, в Алматинской области насчитывается более 340 тысяч школьников. Каждый из них находится под пристальным контролем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Акимате области. Айслужан Досова, Айслужан Кинджибай, телеканал ЖТСУ, Конаев.